Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и мы продолжаем разговор о реактивных двигателях и реактивной тяге. Наш сегодняшний ролик будет посвящен соплу лаваля. Если говорить в общих чертах, то соплу лаваля это такое устройство, которое позволяет разгонять газовый поток до сверхзвуковых скоростей. Состоит оно из двух частей сужающейся конфузора и расширяющейся диффузора. И в сужающейся части газ разгоняется до звуковой скорости, которую он достигает как раз в горлышке сопла, а дальше он продолжает разгоняться уже в расширяющейся части, набирая скорость все выше и выше по сравнению со скоростью звука. Это сопло изобрел в 1890 году шведский инженер Густав де Лаваль. Он применял его для разгона пара в своей паровой турбине. Вот вы видите картинку, на которой сопла нацелены на лопатки паровой турбины. Ну и можно приглядеться увидеть вот эту же сужающуюся и расширяющуюся конструкцию. Широчайшее применение сопло Лаваля нашло в реактивных двигателях, поэтому мы и говорим о нем вот в этой нашей серии роликов. Ну а еще его применяют для разгона газа до сверхзвуковых скоростей в сверхзвуковых аэродинамических трубах. Ну а теперь мы кратко обсудим физические принципы, на которых это сопло действует. И начну я с принципа непрерывности. Ну пусть у нас по трубе переменного сечения течет жидкость или газ, и этот поток стационарен, не меняется во времени. Тогда через любое сечение за единицу времени должна протекать одна и та же масса этой среды. Ну и эта масса равняется произведению площади сечения. Ну а дальше надо умножить на плотность и умножить на скорость. Это величина постоянная во всех сечениях. Ну а теперь смотрите. Значит, когда у нас площадь уменьшается, произведение РУВ должно пропорционально увеличиваться. Наоборот, когда площадь увеличивается, произведение РУВ должно пропорционально уменьшаться. И тут мы можем сначала посмотреть, что происходит с жидкостью. Ну, жидкости они почти не сжимаемы, поэтому изменением плотности можно пренебрегать и считать, что когда площадь уменьшается, чтобы та же масса прошла жидкость через узкое сечение, скорость должна пропорционально возрасти. Площадь увеличивается, скорость соответственно падает. А с газом ситуация оказывается другой. У нас теперь может сильно меняться и плотность газа. Ну и при сужении произведение плотности на скорость должно пропорционально возрастать. А при расширении произведение плотности на скорость должно пропорционально уменьшаться. И вот оказывается, что когда газ течет со скоростями малыми по сравнению со скоростью звука. Ну, в общем, он ведет себя почти как жидкость. Изменением плотности можно пренебрегать. Ну, и соответственно, скорость будет газа возрастать при сужении и падать при расширении. А вот если скорости течения сравнимы со скоростью звука и тем более превышает, то ситуация может меняться. Потому что оказывается, что сильно начинает меняться не величина скорости при таких сужениях и расширениях на сверхзвуковых скоростях, а величина плотности. А дальше идет некоторое количество математики, которую я по понятным причинам писать не хочу, а физику, тем не менее, надо обозначить. Значит, уравнение непрерывности мы уже записывали. А еще для нас важны уравнение Бернули, которое говорит о том, что сумма кинетической энергии и потенциальной для данного элемента этой самой движущейся среды есть величина постоянная. Но что здесь имеется в виду под потенциальной энергией? Напомню, мы вдвигаем этот элемент массы в область большего давления. На это надо совершать работу. Соответственно, кинетическая энергия уменьшается. Он вылетает оттуда из области большего давления. Кинетическая энергия, наоборот, увеличивается. Ну, а кроме Бернули и непрерывности надо еще записать уравнение адиобаты, потому что мы считаем, что процесс адиобатический. Вот этот газ, который, опять же, этот элемент газа, который летит по трубе, он так летит быстро, что он не успевает при своих нагревах и охлаждениях обмениваться теплом соседними элементами. Все происходит очень быстро. Ну и, соответственно, если мы выпишем честно все эти три уравнения, и лучше их выписывать в дифференциальной форме, а не вот так вот через константы. Значит, все это надо продифференцировать, и константы превратятся в нули, а здесь надо дифференциалы раскрыть. Опять же, вот я этого делать не собираюсь. Кому интересно, тот возьмет и сделает, и прочитает, или прочитает где-нибудь в книжке. Это не так сложно. В общем, когда все эти три соотношения в дифференциальной форме записаны, мы из них исключаем давление, исключаем плотность. Значит, у нас всего было тут четыре величины, остались две. Скорость и площадь сечения. А, еще появляется при этом скорость звука. Скорость звука появляется вот отсюда из-за диабаты. Она неоткуда-то как бы с неба свалилась. В итоге оказывается, что все собирается вот в такое соотношение. Здесь у меня стоит dv делить на v, то есть относительное приращение скорости. А здесь стоит ds на s, относительное изменение площади. А вот здесь стоит такая скобочка. v в квадрате делить на c в квадрате, минус единица. v это скорость в данном сечении, а c это скорость звука опять же в данном сечении, потому что вообще говоря, скорость звука здесь может меняться от сечения к сечению. От того, что меняется, ну прежде всего меняется температура. При адиабатическом сжатии газ нагревается, при адиабатическом расширении газ охлаждается, а от изменения температуры меняется и скорость звука. То есть все это так довольно хитро завязано, но мы смотрим на это соотношение и видим главное. Если v в данном сечении меньше, чем c, то вот эта скобочка отрицательна. А значит, когда площадь увеличивается, скорость падает. Когда площадь уменьшается, скорость растет. Но это у нас ситуация до звуковых течений, v меньше c, все похоже на жидкость. Хотя при приближении к скорости звука у нас уже здесь как бы этот множитель, конечно, отличен от минус единицы. Когда скорость равняется скорости звука, тут интересно, вот эта штука обращается в ноль. То есть как бы ни менялось сечение, скорость потока меняться не будет. Локально в этом месте. Ну а когда скорость течения больше скорости звука, этот множитель становится положительным. Это означает, сечение растет и скорость тоже растет. Вот здесь, как бы если нам удастся перевалить в этом сечении через скорость звука, а для этого сопло лавалии предназначено, то дальше все происходит, ну как бы наоборот. Вот здесь у нас сечение убывало и скорость росла. Дошли до критического сечения. Если вот здесь скорость звука локальная случилась, то дальше можно выскочить, так сказать, на другую сторону этого уравнения. И дальше у нас сечение будет расти, а скорость будет тоже расти. И вот это и есть идеология, которая за, так сказать, вот этой физикой сопла лавали стоит. Но при этом тут еще много всяких дел, да, потому что мы в этом уравнении про плотность забыли, про давление забыли. Ну а про температуру мы вообще не говорили, хотя это все, конечно, существенно. Надо теперь нарисовать общую простую картинку. И на этой картинке мы посмотрим сначала на график скорости. Это синий график. Скорость растет в дозбуковой области, потом резко нарастает вблизи горлышко сопла и продолжает расти в расширителе. Теперь обратим внимание на зеленый график давления, как давление связано со скоростью. Скорость нарастает из-за того, что газ перемещается из области высокого давления в область низкого давления. Мы видим, что давление падает во многие разы. Но можно говорить об этом же и на языке температуры. За счет чего происходит нарастание скорости? За счет того, что внутренняя энергия газа, тепловая энергия хаотического движения молекул, перекачивается в энергию поступательного движения всей массы как целого. Ну, соответственно, температура, как мера этого внутреннего хаотического движения, должна падать. И это красный график. Мы видим, что температура внутри сопла лаваля падает, опять же, и в дозвуковой, и в сверхзвуковой области. Но еще здесь не хватает графика плотности. Плотность тоже падает, конечно, от внутренней части к внешней. И картинка с тепловым движением молекул позволяет понять, какова эффективность сопла лаваля, оценить ее. Смотрите, мы сожгли горючее в камере сгорания. Химическая энергия превратилась в энергию теплового движения молекул. Теперь в сужающейся части мы разгоняем продукты сгорания до скорости звука. Скорость звука, она как раз сравнима со скоростью теплового движения молекул. Это значит, что мы заметную часть энергии уже отобрали. Вот хаотическая энергия, переведя ее в энергию поступательного движения газа как целого. Но не всю еще. И расширяющаяся часть сопла лаваля позволяет отбирать эту энергию дальше. Ну, тогда, грубо говоря, можно сказать, что скорость на вылете из сопла, она в два раза больше, чем скорость в самом узком месте сопла. Раз она в два раза больше, то это означает, что и тяга таким образом в два раза увеличивается. Сопло лаваля позволяет увеличить тягу реактивного двигателя по сравнению с сужающимся соплом. Ну, так по порядку в два раза. И еще раз о тяге двигателя, только теперь не на языке уносимого импульса, а на языке силы реакции. Ну, эту тягу обеспечивают силы давления, приложенные к стенкам камеры сгорания. Половина, примерно, как мы теперь знаем, тяги обеспечивается силами, действующими на внутреннюю часть камеры сгорания. А вторая половина обеспечивается силами, приложенными к поверхности сопла. И хотя здесь давление невелико по сравнению с давлением внутри камеры, но площадь сопла велика. И у этих сил есть компонента, действующая вдоль оси двигателя. А увеличение силы тяги в два раза, это не просто много, Это очень много в ситуации, когда приходится бороться за каждые проценты. Поэтому вопрос о том, каким образом наиболее эффективно должна быть расположена эта поверхность. Ну, это важный вопрос. И люди им занимаются, рассчитывают. Ну, и теперь настало время нашего заключительного вопроса. И чтобы было не скучно, я задам его так. Ну, вот я до сих пор ведь ничего не говорил о принципиальном различии дозвуковых и сверхзвуковых потоков. Ну, в том смысле, что скорость звука у меня присутствовала только как коэффициент в уравнении. И не присутствовала, ну, в своем, вот в физическом аспекте, как скорость распространения сигналов. И я хочу спросить, а как можно объяснить вот эту конфигурацию соплала Валя на языке сравнения скорости потока со скоростью звука? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok